К вопросам Китайской революции. Ответ товарищу Марчурину. Ваше письмо в редакцию Деревенского коммуниста по вопросу о советах в Китае переслали мне из редакции для ответа. Примечание. Деревенский коммунист. Двухнедельный журнал для деревенского партийного актива. Орган ЦК ВКПБ. Журнал выходил с декабря 1924 года по август 1930 года. Ответственным редактором журнала до февраля 1927 года был Вячеслав Михайлович Молотов. Полагая, что вы не будете иметь возражений, я посылаю вам краткий ответ на ваше письмо. Я думаю, товарищ Марчулин, что ваше письмо вызвано недоразумением. И вот почему. Первое. В тезисах Сталина для пропагандистов говорится против немедленного образования советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в нынешнем Китае. Вы же, возражая против Сталина, ссылаетесь на тезисы и речь Ленина на Втором Конгрессе Коминтерна, где говорится лишь о крестьянских советах, о советах трудящихся, о советах трудящегося народа, но ни единого слова не сказано об образовании советов рабочих депутатов. Примечание. Смотрите Владимир Ильич Ленин, сочинение, издание 3, том 25, страницы с 285 по 290 и с 351 по 355. Почему Ленин не говорит об образовании советов рабочих депутатов ни в своих тезисах, ни в своей речи? Потому, что Ленин имеет в виду и в своей речи, и в своих тезисах такие страны, где не может быть и речи о чисто пролетарском движении, где почти нет промышленного пролетариата. Смотрите том 25, страница 353. Ленин прямо говорит в своей речи, что он имеет в виду такие страны, как Средняя Азия, Персия, где нет почти промышленного пролетариата. Смотрите там же. Можно ли отнести к числу таких стран Китай с его промышленными центрами вроде Шанхая, Ханькоу, Нанкина, Чанша и т.д., где имеется уже около 3 миллионов организованных в профсоюзы рабочих? Ясно, что нельзя. Ясно, что когда говорят о современном Китае, где имеется известный минимум промышленного пролетариата, надо иметь в виду создание не просто крестьянских советов или советов трудящихся, а образование советов рабочих и крестьянских депутатов. Другое дело, если бы речь шла о Персии, Афганистане и т.д. Но в тезисах Сталина речь идет, как известно, о Китае, а не о Персии, Афганистане и т.д. Поэтому ваше возражение против Сталина и ваша ссылка на речь и тезисы Ленина на Втором Конгрессе Коминтерна являются неправильными, беспредметными. 2. Вы приводите в вашем письме цитату из дополнительных тезисов Второго Конгресса Коминтерна по национальному и колониальному вопросу, где говорится о том, что на Востоке пролетарские партии должны вести усиленную пропаганду коммунистических идей и учреждать при первой возможности рабочие и крестьянские советы. При этом вы изображаете дело так, что эти дополнительные тезисы и цитаты из них принадлежат будто бы Ленину. Это неверно, товарищ Марчулин. Здесь вы просто ошиблись. Дополнительные тезисы принадлежат Рою. Они так и прошли на Втором Конгрессе, как тезисы Роя приняты в дополнение к тезисам Ленина. Смотрите Второй Конгресс Коминтерна «Стенографический отчет» страницы со 122 по 126. Для чего понадобились дополнительные тезисы? Для того, чтобы выделить особо из отсталых колониальных стран, не имеющих промышленного пролетариата, такие страны, как Китай и Индия, относительно которых нельзя утверждать, что там нет почти промышленного пролетариата. Прочтите эти дополнительные тезисы и поймете, что речь идет там главным образом о Китае и Индии. Смотрите Второй Конгресс Коминтерна «Стенографический отчет» страница 122. Как могло случиться, что понадобились особые тезисы Роя, дополняющие тезисы Ленина? Дело в том, что тезисы Ленина были написаны и опубликованы задолго до открытия Второго Конгресса, задолго до приезда представителей колониальных стран и до дискуссии в специальные комиссии Второго Конгресса. И так как дискуссия в комиссии Конгресса обнаружила необходимость выделения из числа отсталых колоний Востока таких стран, как Китай, Индия, то появилась необходимость в дополнительных тезисах. Поэтому нельзя смешивать речь и тезисы Ленина с дополнительными тезисами Роя, так же как нельзя забывать того, что, когда речь идет о таких странах, как Китай и Индия, надо иметь в виду образование рабочих и крестьянских советов, а не просто крестьянских советов. Третье. Придется ли образовать в Китае рабочие и крестьянские советы? Да, обязательно придется. Об этом прямо говорится в тезисах Сталина для пропагандистов, где сказано «Основным источником силы революционного Гоминдана является дальнейшее развертывание революционного движения рабочих и крестьян и укрепление их массовых организаций, революционных крестьянских комитетов, профсоюзов рабочих и других массовых революционных организаций, как подготовительных элементов советов в будущем». Смотрите настоящий том, страница 227, примечание редакции. Весь вопрос в том, когда их создавать, при каких условиях, при какой обстановке. Советы рабочих депутатов есть всеобъемлющая и потому лучшая революционная организация рабочего класса. Но это еще не значит, что их можно создавать всегда и при всяких условиях. Когда Хрусталев, первый председатель Совета рабочих депутатов в Питере, поставил вопрос летом 1906 года после отлива революции об образовании Советов рабочих депутатов, то Ленин ему возражал, сказав, что в данный момент, когда арьергард, крестьянство, не подоспел еще к авангарду, к пролетариату, нецелесообразно создавать Советы рабочих депутатов. И Ленин был совершенно прав. Почему? Потому, что Советы рабочих депутатов не есть простая организация рабочих. Советы рабочих депутатов есть органы борьбы рабочего класса против существующей власти, органы восстания, органы новой революционной власти, и только как таковые они могут развиваться и крепнуть. И если нет условий для непосредственной массовой борьбы против существующей власти, для массового восстания против данной власти, для организации новой революционной власти, то создание рабочих советов нецелесообразно, так как они, без таких условий, рискуют сгнить и превратиться в пустую говорильню. Вот что говорил Ленин о Советах рабочих депутатов. Советы рабочих депутатов — органы массовой непосредственной борьбы. Не теория какая-нибудь, не призывы чьи бы то ни было, не тактика кем-либо придуманная, не партийная доктрина, а сила вещей привела эти беспартийные массовые органы к необходимости восстания и сделала их органами восстания. И в настоящее время учреждать такие органы — значит создавать органы восстания, призывать к их учреждению — значит призывать к восстанию. Курсив мой примечание Иосифа Сталина. Забывать об этом или затушевывать это перед широкими массами народа было бы самой непростительной близорукостью и самой худшей политикой. Смотрите том 10 и страница 15. Или еще. Весь опыт обеих революций, как 1905 года, так и 1917 года, а равно все решения партии большевиков, все ее политические заявления за много лет сводятся к тому, что Совет рабочих и солдатских депутатов реален лишь как орган восстания, лишь как орган революционной власти. Вне этой задачи Советы — пустая игрушка, неминуемо приводящая к апатии, равнодушию, разочарованию масс, коим вполне законно опротивили повторения без конца резолюций и протестов. Курсив мой примечание Иосифа Сталина. Смотрите том 21, страница 288. Что значит при таком положении вещей призывать к немедленному образованию Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в нынешнем Южном Китае, в районе, скажем, Уханского правительства, где сейчас стоит у власти революционный Гоминдан, где сейчас развивается движение под лозунгом «Вся власть революционному Гоминдану». Призывать теперь к созданию Советов рабочих и крестьянских депутатов в этом районе — это значит призывать к восстанию против власти революционного Гоминдана. Целесообразно ли это? Ясно, что нецелесообразно. Ясно, что кто призывает теперь к немедленному созданию Советов рабочих депутатов в этом районе, тот пытается перепрыгнуть через гоминдановскую фазу китайской революции, тот рискует поставить революцию в Китае в затруднительнейшее положение. Вот как обстоит дело товарищ Марчулин с вопросом о немедленном образовании Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в Китае. На Втором Конгрессе Коминтерна была принята специальная резолюция под заглавием «Когда и при каких условиях можно создавать Советы рабочих депутатов». Эта резолюция была принята при Ленине. Советовал бы вам прочесть эту резолюцию. Она не лишена интереса. Смотрите Второй Конгресс Коминтерна, стенографический отчет, страницы с 580 по 583. Четвертое. Когда нужно будет образовать в Китае Советы рабочих и крестьянских депутатов? Советы рабочих и крестьянских депутатов придется обязательно создавать в Китае в такой момент, когда победоносная аграрная революция разрастется вовсю, когда гоминдан как блок революционных народников Китая, левый гоминдан и компартии начнет себя изживать, когда буржуазно-демократическая революция, которая еще не победила и которая не скоро еще победит, начнет проявлять свои отрицательные черты, когда от нынешнего гоминдановского типа государственной организации придется шаг за шагом переходить к новому пролетарскому типу организации государства. Так именно и надо понимать известное место о рабочих и крестьянских советах в дополнительных тезисах Роя, принятых на Втором Конгрессе Коминтерна. Наступил ли уже этот момент? Нет нужды доказывать, что такой момент еще не наступил. А что делать сейчас? Нужно расширять и углублять аграрную революцию в Китае. Нужно создавать и укреплять все и всякие массовые организации рабочих и крестьян от Советов правсоюзов и стачечных комитетов до Крестьянских союзов и Крестьянских революционных комитетов для того, чтобы превращать их по мере роста революционного движения и по мере его успехов в организационные и политические базы для Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в будущем. В этом теперь задача. 9 мая 1927 года. Журнал «Деревенский коммунист». 10 номер. 15 мая 1927 года. Подпись Иосиф Сталин.